В этой жизни не важно, как ты падаешь. Важно, как ты поднимаешься. Ава Гарднер была самой прекрасной женщиной в мире. Почему? Она никогда ничего с собой не делала. Она выглядела, как женщина, и никогда не пыталась выглядеть, как девочка. В Калифорнии живет 400 тысяч крашеных блондинок с одинаковыми носами, гигантскими губами, с имплантами в щеках и с белоснежными зубами. И разве кто-то находит это привлекательным? В первой половине жизни твое лицо – это то, с чем ты родилась. Во второй – то, чего ты заслуживаешь. В постели я больше всего люблю читать сценарии. В свои 57 я чувствую себя более уверенной и спокойной, чем когда-либо. Не знаю, связано ли это с духовностью или я просто стала мудрее. Но с возрастом вы становитесь более избирательными в том, с кем проводить свое время и чему посвящать свою жизнь. В этой жизни не важно, как ты падаешь. Важно, как ты поднимаешься. Возьми самое важное для себя, примени это и избавь это от остального. Все плохое, что говорят обо мне. Вранье Вам интересно, насколько часто женщины имитируют оргазм? Часто. Но замечу, что мужчины намного чаще имитируют отношения. Выражение лица женщины гораздо важнее ее одежды. Даже самой дорогой косметики и самой дорогой прически не под силу сделать женщин красивыми. Самые яркие, самые интересные женщины это те, за плечами, которых жизнь со взлетами и падениями. Девушка и женщина может простить мужчине, что он ее сексуально не удовлетворяет в постели. К этому можно просто привыкнуть. Но вот чего не может простить ни одна девушка или женщина, так это того, что мужчина даже не пытается ее соблазнить. А уже если ей не удастся его затащить в постель, то она будет мстить, и месть ее будет страшной. Действительно важно, чтобы у людей, которые распоряжаются жизнью других людей, было справедливое, правдивое и сострадательное отношение ко всем людям, а не выборочно к некоторым из них. Друзья называют меня сукой, но ласково. Думаю, что долгое время люди просто не знали, как ко мне относиться и что со мной делать. Я выглядела как Барби, у меня был голос официантки из бара, и я говорила возмутительные вещи, я понимаю, что трудно принимать такое сочетание. Если ты умна, то будешь и красива. Ведь некрасивых нет. Просто кто-то красив, как роза, а кто-то, как кактус. Женщина должна знать себе цену, но никогда не называть ее. Женщина за всю свою жизнь меняет много лиц. Это словно прическа, ведь мы не можем быть все время с одной и той же. В течение жизни мы эволюционируем и меняемся. Мы учимся, мы взрослеем. Мы смотрим на жизнь по-другому, и жизнь по-другому смотрит на нас. Женщины, может, и имитируют оргазм. Зато мужчины имитируют отношения. Есть две манеры действовать по отношению к мужчине. Первая – удел большинства брошенок. Это так называемых инстинкт Лианы, который со временем становится настолько силен, что заставляет женщин виться вокруг пустого места. Вторая манера – выбор сильной и успешной женщины, который заставляет ее все время двигаться дальше, не сходя со своей орбиты. Ведь звезда никогда не отклоняется со своей орбиты. Идея вечной молодости – это миф. Я не хочу быть нестареющей красавицей. Я хочу быть женщиной, которая наилучшим образом выглядела бы в свои годы. Лучше быть совсем одной, чем чувствовать себя одиноко рядом с неправильным человеком. Любовь похожа на восхождение на покрытую льдом гору в темноте. Один неверный шаг – и ты мертв. Люди боятся меняться, им все время кажется, что они потеряют что-то. Они забывают, что ведь могут и приобрести немало нового. Меня можно подкупить цветами и приглашением на ужин. Мне нравятся мужчины-джентльмены, но я терпеть не могу, когда недооценивают мой интеллект. Я требую уважения к себе и хочу испытывать уважение к партнеру. Мне кажется, что я уже родилась 40-летней. Мне не было и года, а я уже ходила и что-то бормотала. Потом стало только хуже. Уже в начальной школе я сводила всех с ума, потому что задавала взрослые вопросы и требовала на них взрослых ответов. Мужчины с большим умом я предпочту мужчине с огромными причиндалами. Мужчины не терпят гремучей смеси красоты и ума. Мужчины похожи на миксеры. Хотя бы один тебе нужен. Правда, не всегда и не совсем ясно зачем. Мы сами стали теми парнями, за которых в юности хотели выйти замуж. Настоящее одиночество это общество людей, которые тебя не понимают. Не стану скрывать, что пробовала ботокс и не раз, но вовремя остановилась, чтобы не превратиться в одну из золотых рыбок, которые бороздят голливудские просторы. Из-за ботокса все актрисы разом стали похожи друг на друга. Мне же хочется оставаться собой. Пусть во мне видят женщину, за плечами которой годы интереснейшей жизни. Никогда серьезно не задумывалась, красива я или нет. Но я знаю один волшебный прием умения создавать иллюзию привлекательности. Когда женщина заходит в комнату, присутствующие реагируют не на ее красоту, а на силу и энергию, которая от нее исходит. Однажды девушки сами становятся теми мужчинами, за которых когда-то мечтали выйти замуж. Пережитые несчастья и проблемы со здоровьем заставили меня прекратить заниматься тем, что делало меня несчастной и болезненной. Пластическая хирургия это не мое, но я не осуждаю женщин, которые прибегают к услугам хирурга. Если это делает вас счастливой, почему бы нет? Плохая репутация в глазах кого? Святые мне еще не попадались. По-настоящему красивая женщина всегда добра и к другим женщинам, и к людям вообще. Она не приемлет соперничества, интриг и подлостей. Раньше нужно было быть знаменитым, чтоб позволить себе закатывать скандалы, а теперь нужен скандал, чтобы стать знаменитым. Сексуальную близость можно сравнить только с музыкой или молитвой. Смерть не раз барабанила своим кослявым пальцем в мою дверь, но я ей не открыла. Она научила меня жить по-новому. Этот стук в дверь разбудил меня. У звезды обязательно должны быть друзья, которые были ее друзьями еще до того, как звезда стала знаменитой, чтобы эту звезду было кому поставить на место, потому что любая звезда это точно такой же человек, как и любой другой на этом свете. У настоящих мужчин мозги должны быть крепче, чем их пенисы. Одни лишь богатство и сексуальность не могут принести радость. Я живу с одной и той же грудью на протяжении всей жизни. Я могу быть милой и приятной, но это неинтересно. Быть милым и приятным не главная цель в жизни. Я стараюсь быть честной как с собой, так и с окружающими, и это не всегда приятно. Никогда не старалась быть всемирной любимицей. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат была вам близка. И не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok